Собак наши кусали. И осталось их выгонять. Вечером прямо паяешь только на улице, они прямо оттуда всей стаей летят. Летят и кусают не только людей, но и других собак. Бездомные животные – проблема всего предмести рабочего в Иркутске. Стаи гуляют на каждой улице, и жители давно просят отловить четвероногих. На заявку приехал питомник К-9. Зверей хотели подкормить, но собачье чутьё не обманешь. Опасность видят сразу. Поймать успели трёх, остальные бросились бежать. Испуганных зверей нужно ловить и на других улицах. Частный сектор больше всего страдает от бездомных собак. Сторожевые псы есть на каждом участке. Таких незнакомцев местные стаи в покое не оставят. Я специально себя не провоцирую, я её дрессирую, специально нарабатываю, чтобы она не реагировала. У неё тренировка идёт, у неё КДС сейчас. Общая крутая тренировка, послушание. Собак очень много. Вообще, маратов, рабочих, толпами. Сейчас весной ещё больше будет. Сейчас свадьбы как начнутся у них. Поэтому я считаю, за того, чтобы собаку вылавливали. Теперь на ближайший месяц место пребывания собак – питомник. Их осмотрят ветеринары, введут лекарства и чип под левую лопатку. Для животного это своеобразный паспорт. По номеру можно определить место отлова, какие медпроцедуры прошла собака. Это делает работу прозрачной. Дважды одно животное ловить не будут. Сейчас размер контракта с питомником – 600 тысяч рублей. Этого хватит на поимку почти 70 собак. В масштабах Иркутска, конечно, немного. Например, в прошлом году в городе насчитали почти 2000 бездомных. Поэтому позже разыграют большой муниципальный контракт. Теперь контракт заключается и оплата производится по фактически оказанным услугам. То есть специалистами будут при приемке сдачи проверяться конкретно каждое мероприятие. Примерно будет затрачено на одну собаку в среднем 8,5 тысяч. Действие контракта до 29 апреля – это с учетом передержки 20-дневной. Отловленных животных ждет 10-дневный карантин. За время передержки им нужно найти новых хозяев. Иначе собак вернут на улицу. Вести учет чипированных будет сам питомник. Отследить ход отлова можно на сайте К9. Захар Семенов, Константин Синицын, АИС-ТВ.